И у нас на прямой связи Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, взаимно. Давайте начнем с назначений, потому что появилась информация, что Путин назначил свою тайную племянницу заместителем министра обороны. Также, кстати, заместителем министра обороны стал бывший сын бывшего премьер-министра Фродкова, Павел Фродков. Вот о чем говорят эти назначения и можно ли какие-то политологические выводы из этого сделать? Я думаю, что назначить Цивилеву Минобороны – это инициатива Белоусова, это не инициатива Путина. Мне кажется, что таким образом Белоусов пытается укрепить свои позиции в аппаратном смысле. Цивилева – это по сути команда Тимченко, это очень влиятельный игрок, хотя не самый политически активный. Но, тем не менее, член Путинского политбюро, так сказать, вхожий. Цивилев, бывший губернатор Кемеровской области, муж, упомянутый вами Анны Цивилевой, сейчас стал министром энергетики. Ну, то есть, это клан такой, сильный, усиливающийся. Плюс вот этот элемент родственных связей, хотя я не думаю, что он самый важный в данном контексте. Но, тем не менее, он есть, он один из факторов. Я думаю, фактор Тимченко важнее. Но, в общем, хотя, знаете, вот с возрастом он становится более сентиментальным. Там вот в элитах российских говорят об этом. Говорят, что вот он с возрастом становится более сентиментальным и все больше ориентируется именно на родственников, на родственные связи. Вспомнил, так сказать, о том, что кровь людская не водится. Вот, поэтому, наверное, этот фактор тоже недооценивать не стоит. Ну, в общем, в любом случае, Головусов опытный аппаратчик, он понимает, что он оказался на такой, знаете, на горячей сковородке. То есть, это не то место, где там можно спокойно дремать и ничего не делать, и не нести ответственность. Здесь-то как раз самое горячее место. То есть, куча ожиданий самого Путина, куча требований у, так сказать, общественности. Вот, очень внимательное наблюдение за происходящим со стороны оппозиции, со стороны мирового сообщества. Вот, в общем, для того, чтобы усидеть, для того, чтобы выдержать вот это напряжение, ну, надо быть, надо иметь крепкие аппаратные позиции. Нужны союзники. Белоусов в достаточной степени опытен, чтобы вот это понимать. Да, и я думаю, он придумал конструкцию, что, дескать, вот она мне нужна, она там хороший специалист в области заботы о, ну, скажем так, социалке в военной сфере. Белоусов это продекларировал, задекларировал, конечно, одной из своих целей с самого начала. Он прямо чуть ли не с первого дня начал заниматься вопросами обустройства, значит, задачами, проблемой, значит, в частности, в первые же дни прям говорил о том, что, почему гражданские больницы отказываются, так сказать, лечить, или там гражданские санатории отказываются реабилитировать военных пострадавших в ходе СВО. Вот, гражданская медицина и гражданская социальная сфера шире, они должны быть гораздо более, так сказать, тесно интегрированы с военными и, значит, оказывать вот все эти услуги, да, и вот, типа, для этой задачи Завелева, так сказать, а подходит, потому что она, ну, что чем-то вроде так вот этого там занималась в своем фонде, хотя, судя по тому, что писали СМИ, в основном она создавала там, в основном решала оргштатные задачи, создавала бюрократическую структуру, но, повторюсь, ее ценность для Белоусова в ее родственных связях, в ее, вот, я имею в виду и Путин, и муж, так сказать, да, который там напрямую на Тимченко. Вот, вот это вот для него важнее, но для того, чтобы вот официально объяснить, зачем она нужна, вот тех аргументов, о которых я сказал, достаточно, да, и я думаю, он с этим прямо к Путину и пошел, ну, а Путин, так сказать, ну, что же, если хочешь, бери, в общем-то, почему не породить в одном человече? А существует сейчас какая-то борьба между кланами? Там, раньше мы чаще слышали о клане Ковальчуков, сейчас чаще о клане Тимченко, но клан Шайгу, судя по всему, уже выпадает за пределы вот этой борьбы, по крайней мере, на таком главном футбольном поле. То есть, что там происходит во внутриклановом таком взаимодействии? Ну, значит, это не совсем уже кланы, потому что вот эта чисто клановая борьба, она имела место до начала большой войны, до 22-го года. Сейчас в нее, она сохранилась, конечно, но вообще в структуру межрелетных разборок был привнесен новый очень серьезный элемент, это отношение к планам относительно дальнейших действий, вот ситуации, когда, очевидно, страна зашла в тупик, ну, движется в тупик. Да, и там поверх вот этих межклановых разборок, разногласий, которые, повторюсь, в экономике сохранились, но вот в политике пролегла, поверх них пролег водораздел, который отделил условных ястребов от условных технократов. Технократы это те, кто считает, что не надо повышать градус противостояния нынешнего, нынешней конфронизационности достаточно. Значит, надо вот тихонько-тихонько, тихой сапой, так сказать, в конце концов, истощить их силы, ну, и выйти на переговоры. Надо имеющимися ресурсами распорядиться более умно, чем это сделают они, сапад, Украина, поэтому не надо разбазаривать ресурсы, влезая, так сказать, впадая в истерику и действуя рационально по любому поводу. То, чем занимается, собственно говоря, ястреба. Вот. Клан Ковальчуков, он, на самом деле, главный, это ядро группировки технократов. Юрий Ковальчук, по сути, главный технократ. Это связано не с тем, что он, там, такой, знаете, голубь, там, против войны, не за мир, там, конечно, нет. Хорошо известно, что он сыграл, на момент, когда начиналась война, он был ястребом-ястребом. Большим ястребом, чем Патрушев, наверное. Вот. Но потом он быстро понял, что обмешурились они, что, значит, обвязались в драку, которую они в состоянии выиграть. Да, и после этого он, ну, жизнь вынудила становиться более адекватным. И он, как человек рациональный банкир, все-таки, ну, сумел не впасть в эмоции, да, и теперь, в общем, предлагает действовать рационально, потихонечку выруливая из этого тупика. Вот. Тимченко, как я упомянул выше, он на самом деле, мы его сейчас с вами вспомнили, но вообще он как раз в политическом смысле слова особо не играл. Может быть, сейчас будет. Мне кажется, что технократы, которые в последнее время, по итогам последних перестановок, очень сильно выиграли, они реально очень сильно приподнялись. Мне кажется, что они сейчас попытаются добить ястребов. Ситуация удобная. Патрушев главная точка сборки, так сказать, главная вот площадка, где ястребы координировались. Вот. Они, ну, то есть Патрушев, фактически, отправлен на пенсию, да, и вот эта вот точка, где они группировались, она, получается, вот исчезла у них. И поэтому они в таком полуразобранном состоянии оказались. И технократы, укрепившиеся, они, я думаю, попытаются добить ястребов, да, воспользоваться ситуацией для того, чтобы окончательно, так сказать, закрыть эту проблему. И для этого, я думаю, они атакуют Сечину. Самый, самый ястреб в российской политике. И мне кажется, вот здесь Тимченко как раз может подыграть к Вальчукам, потому что Минэнерго – это одна из тех структур, государственных структур, которые, ну, формально имеют право, так сказать, высказывать свою собственную точку зрения, отличающуюся от точки зрения руководства государственной компании на то, как ведет себя, например, Роснефть. Да, и в союзе с Счетной палатой, напомню, сейчас его возглавил сын Юрия Кольчука, Борис, вот, совместными усилиями Счетная палата с одной стороны и, значит, Минэнерго, Минтопэнерго с другой, ну, они могут, так сказать, взять Сечина в клеще. Вот, и я думаю, что сейчас Тимченко, вот, поскольку он, строго говоря, не является, вот, технократом, вот, в таком чистом виде, ну, конечно, технократический подход ему ближе, с силовиками у него отношения в целом тоже были не блестящие всегда, ну, во всяком случае, в последние годы, вот. Вот, и я думаю, в этой ситуации он к Вальчуку согласится подыграть. Вот. Кстати, может быть, как раз Савелева важна для того, чтобы обеспечить Белоусову прикрытие с этой стороны, потому что Белоусов, пока Патрушев был в силе, он, в принципе, выступал их союзником. Он идеологически, Патрушева, я имею в виду, Ястребов, он идеологически, он, по сути, был их главным стратегом с точки зрения экономики. Он, он всегда был сторонником такого государственного дирижизма, там, знаете, советского опыта, Госплан, сторонником национализации, вот. И они с Патрушевым в этом направлении, так сказать, работали. И сейчас, когда Патрушев ушел, Белоусов, в принципе, ну, ему вот эти, там, проблемы с Ковчуками, конечно же, не нужны. И поэтому, тем более, Тимченко, я думаю, потенциал союза Тимченко с Ковчуком, ну, не я один такой вижу. Белоусов гораздо ближе и видят это гораздо лучше. Да, и для того, чтобы вот прикрыться с этой стороны, он как раз пытается подтащить к себе, так сказать, человека из того клана, да, с тем, чтобы вот потом уже по-свойски можно было разговаривать. Так сказать, мужики, что, пристали? Я не против. Что скажете, то и буду делать. Ну, то есть, из этой серии. Вот, в общем, разборки эти никуда не делись, они идут, значит, эти люди ненавидят друг другу. К тому же, надо понимать, что роль Путина как модератора, она за последние два с половиной года, ну, вот после начала войны, она ослабела значительно. Он очень часто, все видят, не знает, что делать. Да, он растерян. Он начал игру, которую не в состоянии выиграть. Он повел себя как авантюрист. То есть, раньше они считали, что Путин стратег, который безошибочно выбирает оптимальную стратегию действия. Ну, то есть, столько лет удерживал власть, не совершая особых ошибок и даже совершая рискованные маневры, типа захват Крыма. Ну, начиная от посадки Ходорковского, там, да, и дальше захват Крыма. Он, в общем, ну, справлялся с ситуациями, да, но теперь-то видят, что все, что-то совсем плохо все идет. И поэтому его авторитет, безусловно, Путин, я не говорю, что он совсем там обнулился. Нет, он все равно для них по-прежнему чемпион. Но его авторитет уже не такой, вот, знаете, запредельный. То есть, если раньше, по любому спору, когда они заходили в тупик, можно было сказать, ну, давайте пойдем к Путину, как он скажет, так и будет. Вот теперь в некоторых ситуациях это будет выглядеть, ты будешь выглядеть как дураком, просто если такое предложить. Причем тут Путин-то? Что-то Путин-то сразу. Давай сами разберемся. Вот. Потому что, ну, уже нет уверенности, что Путин примет справедливое, правильное решение. Вот. Поэтому это, конечно, способствует обострению этой борьбы. И эта борьба, в конце концов, систему разрушит. Ну, то есть, когда говорят о заговоре элит, я вот как раз не очень верю в то, что элиты возьмут и вот прям буквально на стол свернут Путина. Скорее всего, нет. Они разборками между собой поставят систему на грани коллапса. Как это может выглядеть, мы видели в прошлом году во время Пригожинского мятежа. Ведь Пригожин, это же был в чистом виде внутриэлитный конфликт. Пригожин не собирался свергать Путина. Он не был оппозиционером, не был агентом Госдеп, он был плоть от плоти системы. Но его противоречие с Министерством обороны, которой система, оказавшись совсем не такой эффективной, как раньше думали, не смогла отрегулировать. Вот его конфликт поставил систему на грани коллапса. И примерно то же самое в каком-то виде оно в конце концов систему, я думаю, и погубит. Ну там, знаете, в природе чистые модели встречаются редко. Это в теории, там есть отдельно, там, революция с участием народа широких масс. Или там заговор, элитный переговорот, переворот, военный мятеж, да, там, где участие широких масс не предвидится, не участвует. То есть они не участвуют. В теории это разные вещи. На практике эти вещи, на самом деле, очень часто элементы одного соединяются с элементами другого. Вот, поэтому и в нашем случае, я думаю, это тоже как-то так будет выглядеть. А роль Сечина сегодня, то есть к какому клану он относится, насколько он влиятельен остается в рамках своих каких-то компетенций и возможностей? То есть глава Сибнефти, Роснефти, простите, да, Роснефти. И что у него есть еще, и, грубо говоря, где он может найти союзников? И готов ли он идти на какое-то такое прямое столкновение в этой внутриэлитарной борьбе сегодня? Ну, вообще, усеченная репутация, у него кличка Носорог в элитах. То есть у него репутация как раз такого отмороженного отморозка, который, ну вот, прямо по трупам, что называется, идет. Да, это одна посадка у Люкаева, чего стоит. Вот, поэтому, знаете, он самый ястребиный ястреб из всех. Ну, то есть, там, закрутить гайки, использовать, я не знаю, в случае с Украиной, значит, там, вплоть до ядерного оружия. Но я никогда не слышал, вот, сейчас дам случай, как метафора, да, я не слышал от него или, там, из его аппарата, чтобы он когда-нибудь это упоминал. Но я просто вот сейчас иллюстрирую его склонность к эскалации. Внутри страны он постоянно призывает устроить, прям, 37-й год, это его фраза, прям, 37-й год. Он исторически, так получилось, контролировал силовиков. Он, так вот, в путинском политбюро был главным по силовикам очень долгое время. И сейчас у него тоже, там, так называемый Сеченский спецназ, в самом силовых структурах тоже присутствует, очень активен. Вот, и поэтому, но, тем не менее, вот смотрите, формально он же все равно глава Роснефти. Да, очень важная компания, источник такого кэша, такого очень серьезного, который используется для реализации политических проектов. От покупки в Берлусконе, там, да, до избирательных компаний в Америке или в Европе, вот, покупка оружия, там, и прочего, там, технологически необходимого всего, да, для ведения войны, значит, очень какие-то мутные у него были истории с Вагнером, с Пригожиным. И за это, кстати, возможно, еще его зацепят. Вот, в общем, он, он все равно, все равно при всем том, что неформально он очень влиятельен, но формально, при том, что он сам, вот, он, ясорь был даже круче Патрушева, но он, как глава госкомпании, понимаете, он же не может во все вопросы влезать. Ну, то есть, это срок говоря, ему скажут, ты что свалишь, да. Очень многие не скажут, но многие скажут. Вот. Патрушев в этом смысле был, вот, я говорю, точкой сборки, потому что с идеями, условно говоря, приходил Сечин. Сечин был, вот, ментально больше ястреб, чем Патрушев. Патрушев был более осторожным. Значит, то ли по причине, вот, что ему надо было сына продвигать, я не знаю, честно говоря, почему, но он был чуть более аккуратным, чуть более адыкновенным. А Сечин больше отморозок. Но Сечин не мог сам все это реализовать, свои идеалы. Ну, то есть, где-то какие-то частные мог, там, да, там, условно говоря, если вопрос под контролем, значит, ну, то есть, может быть, решен силами московского управления ФСБ, ну, там, генерал Дорофеев, так сказать, тут же свистни, прибежит и все, что надо, сделает. Вот. Но не каждый же вопрос ты можешь решить таким образом. Вот. А политически решать вопрос, у него ресурсов, как таковых, в принципе, не было, потому что, ну, ты кто, глава компании, да, да, политики-то не должен сниматься, вообще-то. Вот. И поэтому он приходил к Патрушеву, и Патрушев уже решением Совбеза, который, значит, во все сферы влез, там, да, уже оформлял это, продавливал, и Патрушева уже никто не мог подразить. Так, к вопросу национальной безопасности. Вот. А теперь все, понимаете, вот, Патрушева нет, и Сечин резко, так сказать, оказался обрежен, да. Ну, то есть, там, где он к Путину прорвется, там, убедит его в чем-то, конечно, ну, он по-прежнему многие вопросы может решить. Ну, системные работы так не выстроишь, понимаете, Путин же не будет за тебя работать, это же надо системно работать. Вот. Аппарату Роснефти это не получишь, это не поручишь. Вот. Поэтому он сейчас оказался, ну, не то чтобы у разбитого корыта, но, конечно же, резко ослабевшим. То есть, вот, с точки зрения организации системной работы, значит, его возможности сейчас очень сильно ограничены. И я думаю, что, повторюсь, те, кто его, они любят, те, кто его опасаются, в данном случае Вальчуки и Тимченко, они с удовольствием этим, этой ситуацией воспользуются. И не факт, что у них получится, потому что, вот этого я, правда, не знаю, ну, это понятно, очень мало кто в стране вообще знает, насколько Путин погружен, так сказать, в дела Роснефти. То есть, понятно, куча проектов Роснефть финансировала, левых проектов политических финансировала по прямому поручению Путина. Но, скорее всего, какое-то значительное их количество финансировалось без этого. Вот. И, строго говоря, счетная палата и Минэнерго могут сейчас предъявить, ведь Роснефть, по сути, банкрот. Ну, то есть, можно насечено вешать, он довел до банкротства, значит, одного из флагманов российской экономики. Вот. И, ну, и Путин, вот, не факт, что простится это. Хотя усечено будет аргумент, ну, ты же мне сам сказал, сюда, надо деньги дать, сюда, дать, сюда. Ну, я все дал. Вот. И тут от конкретики уже зависит, у меня нет конкретики, к сожалению. Я, так сказать, вот, ну, только могу широкими мазками ситуацию оценивать, да. Поэтому не факт, что свалят. То есть, может быть, он отобьется. Может быть, то, что счетная палата вытащит, смотрите, до чего он довел госкомпанию. Путин сядет, посмотрит, скажет, так это же все, все мои грехи. Это при чем тут Игорь Иванович как-то, да. Вот. И еще подзатырников надает счетной палате. Ну, я думаю, там кавычаги проложатся, конечно, то есть, там не смертельно будет. Вот. Но, тем не менее, отобьет хотя бы Сечина. Так что, его судьба пока еще, так сказать, не написана. Все будет писаться вот в ближайшем будущем. А клан Шойгу и то, что связывало Шойгу с Министерством обороны, Руслана Цаликова, одного из его ближайших соратников, тоже освободили от должности. Правда, в СИЗО не отправили, как Тимура Иванова, но, тем не менее, как раз Цаликова называют такой наиболее приближенной к Шойгу фигурой. Он тоже теряет влияние, теряет позиции. Что происходит с этим кланом и какие там остаются, скажем так, рычаги влияния? Или это уже руины просто? Это уже руины. Ну, все, Шойгу уже списан на забор. Буквально на следующий день, после того, как арестовали Тимура Иванова, он тоже, значит, Шойгу буквально в течение дня или двух, сейчас точно не помню, в общем, уволил Тимура Иванова со службы, продемонстрировав, что он не будет за него биться. Ведь, строго говоря, не обязательно увольнять человека, который под следствием. И, например, когда арестовали заместителя Кудрина, когда он еще в Минфине работал, Старчака, Кудрин отказался его увольнять. И долго, пока там шло следствие, чуть ли не год, я сейчас точно не помню, уже давно было, но все это время Старчак числился заместителем министра и Кудрин периодически ходил к Путину и даже в публичном пространстве пытался, так сказать, оппонировать чекистам. Ему не удалось Старчака отстоять. Кто-то там отсидел, сколько там. Но Кудрин бился за него. И в этом смысле либерал Кудрин оказался большим мужиком, чем, значит, вот этот крутой мачо Шойгу. Шойгу слил своего ближайшего подельника буквально, я говорю, через день-два. Все, после этого все все поняли. Теперь серьезно Шойгу ориентироваться никто не будет. То есть Шойгу сейчас не сможет выстроить по-настоящему влиятельный империй. Все будут, значит, те, кто окажется в зоне влияния Шойгу, в конце концов, ну, Старчак Собьёза, это тоже должность. Все, кто окажется в зоне его влияния, все равно будут понимать, что от неприятностей Шойгу их не защитит. Поэтому они одним глазом, так сказать, будут смотреть в сторону Шойгу, а другим глазом просто по сторонам, пытаясь найти, застраховать себя, пытаясь найти там какие-то новые точки. Ну, вот как я и говорил про Белоусова, который пытается застраховаться с помощью Цивилёва, приблизив к себе Цивилёва. Вот, поэтому, я думаю, там их бы всех вообще пересажали, но, мне кажется, Путин остановил, заметили, что не только Царькова не посадили, но вообще резко в какой-то момент прекратились все эти аресты. Значит, я думаю, что их искусственно, так сказать, остановил Путин. Чекисты бы там, я думаю, с удовольствием бы покопали еще и Следственный комитет. И да, учитывая то, как они работают, но они без проблем, там, людей, значит, брали бы за жабы, там, десятками. Но Путин это остановил, я думаю, потому что он понял, что эта штука на него не работает. То есть, это не то, что, знаете, ура, наконец-то у президента дошли руки, он разобрался, сейчас разберется там с этими негодяями. Вот, такая реакция доминировала в, знаете, в, значит, в начале его правления, когда он только пришел. А сейчас, ну, когда он плоть от плоть, это, так сказать, вот демиург, системы там, да, когда вся бюрократия уже в третьем колене буквально, четвертый, не то, что там от Ельцина ему достался, а его собственные люди. Вот, сейчас все это воспринимается, скорее, как доказательство того, что все прогнило. Ну, вот, там, то есть, глядя на эти чистки, все общество, и элиты, и народ реагируют примерно одинаково. Ну, как бы, мы так и знали, что там все прогнило, все разорвали. Ну, вот, доказательство, пожалуйста. Мы так и говорили. Вот, и Путин в данном случае, получается, автором этого вот всего бардака, так сказать, да, а не человеком, который пришел со стороны и наводит порядок. Вот, я думаю, Путин это почувствовал, почувствовал, что это не укрепляет его позиции. Вот, и, ну, и дал отмашку это дело прекратить. А Павел Фродков, который назначен заместителем министра обороны, и вообще время детей, мы видим, все больше фамилий из прошлого начинают появляться, из прошлого в том смысле, что их родители носители неких фамилий, которые каким-то образом засветились в российской политике. Михаил Фродков, бывший глава СВР, бывший, если не ошибаюсь, СВР и бывший глава правительства. И вот его сын, который работал в администрации президента и сейчас поставлен на должность. Это время детей, которое наступает сейчас уже в российской власти в каком-то смысле? Да, это тоже, это время детей, потому что естественные процессы старения идут. То есть отцы и состарились, теряют хватку, теряют остроту реакции, скорость реакции, остроту мышления. Вот, ну, такие старенькие уже. Вот, а дети, наоборот, подросли, оперились, так сказать. Вот, поэтому естественная такая замена. Ну, как естественная с точки зрения поколенческой, но совершенно противоестественная с точки зрения, значит, вот этой, значит, политической ситуации, давайте так скажем. Ну, вот, все-таки, ну, надо понимать условия, в которых это происходит. Это же полное отсутствие конкуренции, полное практически уничтожение всех конкурирующих в российском обществе групп, способных помешать вот этой передаче власти от одного поколения к другому. Да, посредством насаждения буквально-таки тоталитаризмом, то есть не будет большим привлечением сказать, что страна движется уже от авторитаризма к тоталитаризму. Да, вот, то есть это создание искусственной, высшей степени искусственной, противоестественной, античеловеческой, так сказать, антигуманной концепции создания системы, да, вот, просто для того, чтобы передать эту власть. Ну, то есть мы условно говоря, ну, я сейчас метафорически выражаюсь, убьем Навального, чтобы, значит, деморализовать и парализовать российскую оппозицию окончательно, чтобы она не мешала передавать власть, там, значит, от, там, Ковальчуков-старших или, там, Ковальчуков-старших к Ковальчукам и Ковальчуковым-младшим. Вот как-то так. То есть это и дальше будет продолжаться. И, кстати, в этой связи, да, знаете, я бы сказал, что я не исключаю, что будут происходить интересные процессы. Во-первых, надо понимать, что младшее поколение – это люди в достаточной степени, это такие тепличные растения. Если их отцы прошли, так сказать, горнило, там, личные борьбы за власть, вот, они абсолютно аморальные, абсолютно циничные, да, но при этом, ну, кажется, руки еще помнят, да, как надо делать, чем к чему. А эти-то, ну, они взросшие на теплицах, они никогда не видели, так сказать, настоящих ветров. Вот, поэтому не факт, что они власть сумеют удержать, когда власть окончательно перейдет к ним. Это первое. И второе, в попытках удержать власть они могут, ну, очень интересно трансформировать российское государство, российскую систему. Сегодня, например, министр Дальнего Востока, то есть член правительства, но он, правда, не сын никакой, так сказать, вот, но, тем не менее, впервые член правительства федерального выступил с таким заявлением. Он сказал, что предпринимательский класс в стране не обеспечил должного уровня прогресса, развития, он не справился. Вот, поэтому нам надо это принять и отказываться от рыночной экономики и переходить по строению, как он назвал это, патриотического социализма. Ну, вот, это вполне возможно какая-то романтическая идея, романтическая мечта, то есть он не сам это придумал, он транслирует это, говорят, в окружении Катерины Тихоновой, у которой очень хорошее отношение с Белоусовым, она считает его, крайне, для гуру такого, да, а Белоусов как раз повторюсь, он как раз сторонник этого социализма. И вот этот, значит, кружок там, который вокруг нее формируется, не исключено, что они же не видели реального социализма, от которого бежали когда-то их отцы, да, так сказать, грабили там все, в карманы там тащили. Тащи завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Вот, они же этого не видели, и у них в головах такой очень романтизированный образ Советского Союза, да. И, в целом, понимая, что нынешняя система некачественная и неэффективная, они могут начать, имея в виду такой романтический образ Советского Союза, они могут, в принципе, попробовать реально двигаться в направлении, построение, например, социализма. Я к тому, что какие-то трансформационные процессы, связанные с поколенщиками, сменой поколений, возможны. Понимаете, они же не были травмированы опытом распада СССР, да, и опытом крушения социализма. Они не видели, какой он неэффективный. И, вот, повторюсь, Сенти Ротенберге, там, Ковальчуки, да и сам Путин, они понимали, на протяжении долгого времени, может быть, сейчас это меняется, но на протяжении большей части своей истории, они, в принципе, понимали, что, ну, раз оно развалилось, значит, оно было плохое, да, поэтому нынешняя действительность, может быть, не идеальна, но она точно эффективнее, чем то, что было тогда. Вот, вот эта сама травма распада, она вот таким образом, я думаю, сработала в их случае. А в случае с детьми вот этого нет, и они могут попробовать на второй заход, так сказать, зайти, вот тогда не получилось, а давайте сейчас еще раз попробуем. Для них частное не является такой уж ценностью, как для, условно, Ротенберга, который вот, там, когда-то, там, условно говоря, 80-й был нищий, а в 90-е, тем более 2000-е, вдруг получил доступ к миллиардам, там, триллионам, вот. И для него вот это набить собственный карман, это, ну, это, понимаете, это вот мечта детства, что называется. А для этих у них карманы всегда были набиты, они, сколько все помнят, так у них все хорошо было всегда, понимаете. Вот. И в этом смысле частное для них это уже не какая-то такая ценность, это какая-то, ну, это какая-то данность уже, да. К тому же частное сейчас работает так плохо, ну, там, на Западе санкции уже, капиталы не выведешь. Раньше понятно было, что сейчас нам надо делать, надо выводить туда, на Запад, там, да, вот, и там прятать, складировать. А теперь выясняется, что там оно не в неприкосновенности, все арестовано уже, вот. Вот, скоро украинцам отдадут. И поэтому в этой ситуации мысль о том, что, а давайте вообще все о государстве. К тому же, они же уже государство воспринимают почти как свое. Путин еще помнит, травмированный опытом распада СССР, что государство может, так сказать, расстаться. А эти-то этого не помнят. Они уже считают, что, ну, там, отцы передадут нам, мы передадим внукам. И в этом смысле, пусть оно снова будет государственное. Никаких проблем, ну, то есть, будем управлять государственным, как своим. Ну, то есть, они так не формулируют, но они так чувствуют, да? Вот. Потому что частное здесь, нынешний, то есть, мы не можем надеяться, что мы сохраним частное, отказавшись от политической власти. Придут новые, там, чекисты, там, всех арестуют, все пересажают, все отберут. То есть, государственная власть имеет частное. Единственный способ избежать утраты частного капитала, это было вывести его на Запад. Теперь нельзя. Значит, что остается? Удерживать власть до бесконечности. И для этого, для того, чтобы удерживать власть до бесконечности, распоряжаясь государственным имуществом, как своим, в общем, не обязательно быть частником. Можно распоряжаться государственным имуществом. Ну, то есть, что-то в том, наверное, некоторым образом можно сказать, что это воспроизводство вот того движения, которое Си Цзиньпинь осуществляет в Китае. Когда, начиная с Дэн Сяопина, постепенно там все шло от государства в сторону, вот, так сказать, от государственного, от общего, общественного, государственного направления, не партикулерийского такого, а при Си Цзиньпине началось движение в обратном направлении. В общем, все это очень сырое, Вадим. Я понимаю, что, значит, ну, в российской политике вообще очень многое, так сказать, неформально, да, и поэтому, ну, очень часто приходится рассуждать на грани, там, каких-то фантазий, понимаете. Вот. Ну, по-другому не получается, потому что институциональные факторы, на которые, единственно, ты в политическом анализе можешь опираться, так сказать, прочно и уверенно, да, условно говоря, в Америке ты анализируешь американскую политику, ну, ты знаешь, там, социальную базу республиканцев, демократов, ну, ты можешь прогнозировать, как они себя будут вести. А в России это не так. Вот это институциональные факторы, они все разрушены. Ну, и это теперь уже не столько институциональный анализ, сколько психология, вещь по определению гораздо более зыркая, плохо просчитываемая, с трудом рационализируемая. Очень многое зависит, понимаете, от эмоций, страхов, так сказать, ну, таких вещей принципиально иррациональных. Вот. Так что извиняюсь перед вами, перед аудиторией, так сказать, за то, что пустился в такие вот фантазии. Ну, посмотрим, может быть, так оно и будет, как я сказал. А вот дочери Путина — это фактор сейчас политики, их появление на Питерском экономическом форуме вдвоем, они там впервые, насколько я понимаю, вместе очно появились. То есть они уже вступили в эту игру? И можно ли их назвать одной из точек на этой карте, детской карте российской политики? Или они как-то во что-то интегрированы, в какой-то клан? Или сами по себе? А вообще вокруг Катерины Тихоновой, говорят, ну, реально собирается группировка элит, таких как раз вот, что называется, следующего поколения молодежи. Хотя там не то, чтобы, знаете, вот прям стариков не пускать. Например, Белоусов, повторюсь, для них он как гуру. То есть вот это его идеалы позднего Советского Союза, они, значит, вот в этом кружке, так сказать, привечаются, приветствуются. Ну вот, и там вот вокруг Катерины группируется новое поколение, типа Дюмина, там, Миронова, вот, Кирилла Дмитриева, новый фаворит у них, Российский фонд прямых инвестиций. Вот, они, они как раз вот сейчас оперившись, так сказать, вводят в большую политику, да, начинают присматриваться и понимают, что им многое не нравится. И они начинают сейчас задумываться над тем, в каком направлении двигаться. И вот это то, о чем я чуть выше рассуждал, там, да, о попытках там возродить свой союз, не с точки зрения территории, да, в данном случае. Я не отрицаю, что они там могут о других территориях мечтать, но в данном случае я говорил не о территориях, а говорил о сути, о отказе от частной собственности на средства производства. Вот, вот, вот эта вот штука, от которой я рассуждал, но она может оказаться, вот повторюсь, как раз инструментом в их руках, с помощью которого они в какой-то момент окончательно придут к власти, зачистив представителей тех групп, которым принадлежит власть сейчас. То есть это будет борьба такая, да, знаете, будет единство и борьба противоположностей. То есть они, как бы, были порождены вот этими предшественниками, да, и когда-то они этих предшественников вместе с их идейными предпочтениями, в том числе, могут отправить на свалку историю. А можно ли сказать о том, что вот этот детский путь, ну, который, с одной стороны, вполне естественный на силу возраста, но что-то началось с субъекта Федерации Чеченской Республики, потому что Рамзан Кадыров ведь очень активно стал развивать это направление, то есть, ну, там прямо так достаточно ничего не маскируя, там, ставит своих детей. А потом это уже перешло на федеральный уровень. То есть, грубо говоря, кто, курица или яйцо в данной ситуации, кто был первый? Нет, конечно, конечно, они учитывают опыт Кадырова. Ну, то есть, когда обсуждают, там, они назначат ли там сына куда-нибудь, да, в какой-то момент кто-то более скромный говорит, ну, не, ну, люди не поймут, ну, как это так вот, да. И тут обязательно кто-нибудь говорит, да ладно, что он, смотри, Кадыров делает, и нормально все схавали, керпи, да, и не возразишь. Вот. Поэтому некоторая чеченизация России, российского политического процесса, безусловно, идет в том числе и в этой части, о которой вы говорите. Мирный призыв к мирным переговорам со стороны Путина, там, 10 пунктов, ну, я возьму это, конечно, в кавычки, мирные переговоры. Но, тем не менее, перед саммитом, который состоялся в Швейцарии, Путин выступил с таким неким программным заявлением, где предложил свой план. Для чего он это сделал, и насколько он сегодня, на ваш взгляд, заинтересован в реальном прекращении войны? Ну, вообще, конечно, заинтересован в том, что война уничтожает ресурсы. Значит, и если войну не прекратить, то рано или поздно она окончательно уничтожит социальную базу режима, как когда-то. Ну, и закончится это обвалом режима, какой-нибудь революцией, ну, как это было в результате Первой мировой войны. За три года от всеобщего патриотического подъема в 1914 до 1917 года Россия пошла этот путь. Поэтому, значит, это нынешняя война, она тоже сжирает ресурсы все больше и больше. Ну, собственно, поэтому я и сказал, что главный водораздел в элитах это как раз водораздел по вопросу о том, что делать дальше. То есть, понятно, там нет голубей в чистом виде, это, так сказать, табу. Но есть рациональный подход, предполагающий умеренность. Есть подход иррациональный, и серий, там, значит, давайте шапками закидаем. Вот. И, значит, поэтому, ну, Путин, безусловно, это понимает, поэтому время от времени он эти разговоры о том, что, там, мы хотим мирных переговоров, он ведет уже, уже начиная где-то, там, ну, с определенной периодичностью он вообще это делает, там, чуть ли не с первого дня войны, да, но последние полгода периодичность заметно возросла. Сейчас просто он в детали глубоко ушел, да, но, строго говоря, сказать, что что-то новое принципиально появилось, нет. Ну, вернее, с точки зрения детали новое есть, например, претензия на те территории, которые еще не захвачены. Раньше он этого никогда не озвучивал. Вот. Ну, в общем, но это с точки зрения детали. А с точки зрения, вот, так сказать, стратегической, там, заявления о том, что мы хотим мира, мы готовы к остановке боевых действий, это штука периодически звучащая просто потому, что, ну, он видит, что она находит положительный отплик. Люди устали, общество устало от войны, элиты в том числе, хочется нормализации, ну, вот, и Путин посылает им всем сигнал, что, дескать, не думайте, что я ненормальный псих, которому все это нравится, который наслаждается кровопролитием. Нет, он очень хочет, чтобы люди, которые против войны, которые устали, недовольны, чтобы они все-таки не сказали себе в какой-то момент, так, ну, значит, нам нужен другой лидер. Вот, вот надо, надо, чтобы они этого себе не говорили, чтобы, и Путин им говорит, вам не нужен другой лидер для того, чтобы закончить войну, не сомневайтесь, как только появится возможность, я первый же брошусь это делать и тут же остановлю эту войну, вот. Вот с этой целью он периодически эту тему вбрасывает, чтобы люди, так сказать, сказали, а, ну, Путин тоже против войны, давайте посидим еще маленько, подождем, потерпим, может скоро закончится, вот. Вот, это первая причина, почему он это сказал. Вторая была привязка к конкретному моменту, это попытка повлиять на повестку швейцарского саммита, вот, попытка перехватить повестку у Зеленского, то есть он хотел, чтобы обсуждали его предложение, а не предложение Зеленского, чтобы уже Зеленский выглядел ястребом, то есть Путин предлагает мир, а Зеленский не соглашается с этим. Но он ошибся с точки зрения содержания, он выкатил такие неподъемные требования, что весь мир, так сказать, обалдев от его неадекватности, ну, даже всерьез не стал это рассматривать. Ну, прокомментировали там, да, ну, как бы всерьез об этом говорить, никто не стал, никто не стал вот на швейцарском форуме, насколько я видел, ставить эту, эту, эту тему во главу угла, типа давайте обсудим предложение Путина, вот, обсуждали предложение Зеленского, вот, как так получилось, что вот Путин не добился желаемого, он вообще добился равно противоположно желаемому, выкатив такие неподъемные требования, он по сути послал сигнал ровно противоположный тому, что он хотел, он хотел послать сигнал. Что люди, если вы ждете окончания войны, надейтесь на меня, вместо этого он послал сигнал, ну, все, Путин предъявляет такие требования, что очевидно при нем война не закончится, поэтому тот, кто хочет окончание войны, ну, должен искать другого лидера. Почему у него так получилось, почему результат противоположный искомому? Потому что, когда он начал формулировать конкретные требования, я думаю, он постоянно, так, еще надо это, надо это, надо это там требовать, потому что он побоялся, что в нынешней ситуации скромность будет проинтерпретирована как, ага, сдулся, понял, что не видать тебе там ни Киева, ни Одессы, как своих ушей. Значит, будет проинтерпретирована как доказательство того, что российская армия там в тупике и ни на что уже Путин серьезно не рассчитывает и пытается выбраться из этого тупика любой ценой. Вот. И поэтому он выкатил такие неподъемные требования, чтобы никто этого не сказал. Чтобы все сказали, ну, раз он так обнаглел и такие требования выкатывает, ну, значит, значит, он себя уверенно чувствует, значит, у российской армии есть еще потенциал. То есть это блеф обычный был. Вот. Но в результате этого блефа получилось, что все же понимают, что Путин не будет снижать планку требований. Путин никогда не отступает. Он больше всего озабочен тем, чтобы выглядеть там сильным, мачо, да. Отступить от первоначальных требований, это значит нарваться на реакцию. Ха-ха, сдулся. Вот. Путин на это не пойдет, все это понимают. И поэтому, увидев вот эти неподъемные требования, первое, что сказали все российские элиты, в частности, ну, все, значит, Путин ниже уже не пойдет, Украина и Запад на них никогда не согласятся, значит, война будет длиться до бесконечности. И Путин, пытаясь произвести впечатление, что он уверен в себе, послал сигнал противоположный тому, что хотел изначально посадить. Ну, то есть он, так получилось, что он, знаете, ну, просто он одновременно решал две задачи, а они оказались взаимоисключающими. Как-то так. Ну что ж, будем следить, как будут развиваться события. Благодарим вас за то, что нашли время и вышли в нашу эфир сегодня. Абаз Галямов был с нами на связи. Спасибо и всего доброго. Спасибо, до свидания.